Еще разочек, еще разочек, мы вам показываем, где мы находимся. Мы находимся в замечательном месте. Это место настолько хорошо известно, что вы, в принципе, должны об этом знать. То есть это авторазбор. Чем хороший авторазбор? Ну, в связи с тем, что я по всей стране езжу, не только, естественно. Я езжу по тем мероприятиям, где авторазбор круче, чем в России, естественно. Потому что только у нас автомобиль сейчас, наконец-таки, стал средством передвижения, а не предметом роскоши. То есть чем хороший авторазбор? Допустим, у вас наступило время, и вы свою машину не хотели бы сдать под утилизацию. Потому что вы купили нормальный автомобиль. И чего вам эти 100 тысяч или 50 тысяч? Ну, это явный бред, да? Куда машину можно сдать? Можно машину сдать сюда. Здесь ее аккуратненько распилят, утилизируют. А потом уже нужные люди приедут сюда и возьмут запасные части. Никаких проблем не возникает. Мало того, рано или поздно мы дойдем. К тому моменту, о чем я вам рассказал. То есть, допустим, в Таиланде, допустим, в Индии машины ремонтируют совсем по-другому. То есть, допустим, в попу въехали, что делается? Берется морда от вашей машины и берется попа от другой машины. Все это очень красиво делается. Вы мне не рассказывали в сказке, что там только лазер может красиво там смотреть. Но, ребятки, в связи с тем, что я как-то прошел курс молодого бойца в нашей МГТУшной школе, я вам скажу, что в любом случае сварка и коррозия возникают в том месте, где идет именно сварка. То есть, металл может быть хороший, но где сварочка, там возникает коррозия. И поверьте мне, даже если машина сваренная на заводе, коррозия будет именно в тех местах. То есть, вы мне не рассказываете сказки, что машины сварены. Поверьте мне, если машины даже с Японией сварены, они очень хорошо сделаны. Я бы себе тоже кое-что взял. К примеру, я бы взял бы себе хорошую машину и навороченную. Так вот, чтобы вам было понятно. Во Владивостоке все ездят на таких. То есть, зачем брать машину, когда она еще и старая замечательно работает. Ну, так вот, то есть, что бы вы говорили. Поэтому сказки, выкиньки из головы, которые проезжает замечательная телерадиокомпания под названием Россия. Все нормально, с машинами, которые так же восстанавливаются, так же красятся. То есть, вы спокойненько делаете свою машину. Вы можете машину купить или собрать. Все это можно сделать здесь же. Кроме всего прочего, как мы уже говорим, да, я показал панорамку. Здесь же не только автомобили в разборе. Тут еще кое-что другое. А кое-что другое об этом вам чуть позже расскажем. А возвращаясь к сказанному. Вот оно, то самое место. Вы его видели, но не каждый заходил вовнутрь. А зря. По сути, вы проезжаете мимо и думаете, что с вашим автомобилем такое не случится. Ну, не надо так думать. Давайте просто перемножим все ДТП. А именно, все наши автомобили рано или поздно будут битыми. В течение нескольких лет. Поверьте мне. Мало того, рано или поздно любая ваша деталь износится. И что потом? Ну, что потом? Сверх дорого или проще? Дешево и качественно, без косяков. И это все здесь. По сути событий, что вы видите на разборе? Ну, что? Оригинальные вещи. Оригинальные. Да, проходили малость, но это оригинал. Нет, ну, естественно, можно воткнуть и Тайвань. У меня после поездки в Китай мнение о то другое сохранилось. Но позвольте, и даже если очень круто, то воткнув правильный оригинал и не за дешевую подделку, я проеду больше. К слову, о не самых качественных вариантов. Я, естественно, все покупал и на ebay. Но лучше и дешевле поставить то, что стояло в машине. Оно пройдет в разы больше. Итак, вернувшись на круги своя, что мы здесь видим? Мы видим нормальную машину, которая, к сожалению, уже отъездила своя. Но она же не полностью развалилась. Вы сами посмотрите, да? С той стороны все отвалилось, а с этой стороны все чисто. Все чисто. Сюда приезжаете, ставите все. Когда мне говорят, что машины должны работать долго? Сейчас я объясню. По сути событий, машины не могут работать долго. Если мы обратим внимание, то любая часть этого автомобиля, она сделана из металла. Металл собран в результате холодной обкатки. То есть, представляете? Обыкновенный металл, ну, о чем мы сейчас будем говорить? Ну, не знаю сколько, 0,2 мм, может быть. В общем, как бы суть событий не сильно хороша. Потому что было то время, когда машины были хорошие, красивые. К слову о том, что вы сейчас видите, да? К слову о том, что нормальные люди все-таки едут на москвичах. Москвич еще очень сложно прогнить, чтобы это был нормальный москвич. Понимаете? Или то же самое копейка того старого года. Понимаете? Никогда новые уже сделаны. Сегодня и сейчас машины сделаны из чего? Ну, да. Очень мало металла и очень много пластмассы. В результате все это дело ломается. К слову о том, как все это дело может ломаться. К слову о том, что вы купили, допустим, Мерседес. Хороший, красивый, грамотный Мерседес. Навороченный. А вот давайте вы съездите на юга. Причем поедете по Оренбургской дороге. Там все вернете через Пугачев. А там, может быть, попробуйте с левой стороны от Волги, если смотреть сверху. И с севера, с левой стороны. Проехать до Астрахани. Потом вернитесь сюда. И вообще посмотрите, что с вашей машиной будет. Она будет вся, естественно, ломаная. Вы это вроде, в принципе, не заметите. Но вот у меня, допустим, автомобиль. Его уже 20 лет. Если я сильно поднимаю заднюю часть, то он уже кривой становится. Дорогие мои. Это еще старый, древний, абсолютно замечательный японский автомобиль. Ниссан Авеннир. А новый, ну извините, подвиньтесь. Они ломаются, естественно. Каким образом? То есть не надо говорить, что ваша машина – это навороченный вариант. Нет, такого не существует. Да, вообще в природе. Теперь вопрос. Как все это делается? Оптимальный вопрос также – процедура сварки. То есть, ну что-то случилось. Зачем что-то брать новое? Объясните мне. Можно взять нормальный бэуш. Ну, вот сколько здесь автомобилей. Но в некоторых случаях они практически целы. То есть люди собирают. И вы можете себе, за исключением там места двигателя, где он находится там, все остальное собрать. То есть никаких проблем здесь не существует. Ну, цена вопроса. Цена вопроса. Она в разы дешевле, чем вы возьмете себе новый автомобиль. Думайте сами, господа. Это, к слову, о сказках. Я не смотрю ТВ. Во-первых, куча рекламы. Во-вторых, второсортные знания. А в некоторых еще и сорт куда страшнее. Взять, к примеру, то, о чем вам вещают любые каналы. Что типа фабрика круче. Ну, с какого перепоя то. Был у меня один фабричный агрегат. Развалился он просто так. О, клево было. Я вам говорю, как специалист. Потом варить пришлось. К слову, о других вещах. Полностью проваренные кубинские авто. Так ездят и не разваливаются. Та самая Куба. Вот 55-го года века прошлого. Но не втирайте ни мне, ни людям, господа телевизоры. А некоторые телевизоры используют еще и дронов. Ну, чтобы посмотреть, как там сверху. Да, дешевле привезти конструктора. Да, проще и под разбор. Да, машины сделанные и продаваемые в России также уходят под разбор. А почему и нет то. Да, разбор выгоднее. Если вы даже думаете, что кто-то хочет свою машину продать за те самые 50 тысяч рублей. Но зачем, когда в разборе все будет круче и принесет больше. Ну, не надо лечить ни меня, ни вас. Здесь, по сути, все есть. И для салона, и все кузовные детали. На большую часть автомобилей, продаваемых в России. Ну, если бы честно, я бы стал бы с ними дружить. Мне когда говорят, что почему вы машину не можете ставить машины со слегка битых машин. Ну, давайте все-таки определимся. Чем хороша ваша жизнь, да? Чем ваша жизнь реально хороша? Тем, что вы можете построить своему ребенку дом. Потом ему передать, потом ваш ребенок достроит свой дополнительный дом. Это будет хорошо. Но машины, это не есть ваша прелесть, понимаете? Машины, они, естественно, расшибаются. И какие машины вы будете покупать? Если вы будете покупать новую машину, ну, ваши правила. Вы можете покупать и бэушные машины. Мало того, если у вас с головой все в порядке, вы можете машину ремонтировать. В принципе, никаких особых проблем нет. Собираете все. И вот тогда, и вот тогда вы приезжаете на авторазбор. Потому что, ну, воззяли машину, допустим. Там двигатель хорошо сделан, а жопы, по сути, как бы и не существует. А то он может сюда приехать, собрать, все аккуратненько сделать. Где мы сейчас находимся? Ну, мы находимся в сервисном центре. Огромный сервисный центр, естественно. В этом сервисном центре есть то, что доктор прописал для вашего движка. То есть, все подряд. То есть, движки мы вам уже показали, а все, что для движка, тоже здесь есть. И кондиционеры, и вентиляторы. Все, есть все, все, все. Кроме всего прочего, если, допустим, ваша машина чуть-чуть сломалась, да, вы видите, здесь привода тоже много. Кроме всего прочего. Вы что думаете, что машина вам приезжает, и, кажется, вы никуда? Да нет, конечно, такого не случается, особенно, когда каска. Ну, какая разница, купите новую машину, вам идет доплата. А эту сдадите, еще и денежки получите. То же самое, все можете взять здесь. Никаких проблем не существует. И вообще, если честно, я бы сюда поработал бы с ним, потому что, ну, извините, подвиньтесь. Я все-таки сторонник старых машин, потому что старые машины рано или поздно перейдут. А это не буду ни о чем говорить. Это уже будет моя. Это будет мой, чисто мой бизнес. Теперь, вернувшись на круги своя. Не часто, но ломается кондиционер. Более часто ломаются вентиляторы. Еще хуже с бензонасосами. Так простите, все это здесь есть. Ну и что, что походило? Походит дольше. Только оригинал не выбрасывайте. По нему можно купить либо Factory Rebuild, а именно переделка в фирменном салоне, либо что дешевле, чем оригинал. И я сейчас объясню. Постольку, поскольку есть много фирм, которые производят автомобили, но гораздо больше машин, которые работают для производства. И вы можете заказать то, что хотите, и дешевле, чем оригинал. Но здесь есть весь оригинал. Просто это же разборка. И машины отсюда в печь не кладут. Вы полностью можете все здесь себе и купить. К слову, мы говорили об электро. А есть еще и глушители разные. Есть и колеса. Так что давайте мозги включать. Если машина рано или поздно разобьется, то давайте воспользуемся моментом. И не будем платить казюкам, отдыхающим на курортах. За наши деньги есть у нас и такие. Куда же мы приехали? И вы думаете, что мы приехали в какое-то другое место? Ну, пункт номер один. Нет, это тоже самое место. Второй этаж поднялись. Сейчас я развернусь. Кругом вопрос. Дело в чем заключается? Дело в том, что это самая старая разборка в городе Магнитогорске. Понимаете? Других разборок такого возраста не существует. Ну, 22 года, а может быть больше. О! Естественно, что это самая старая разборка. Все уже становится красиво. И вы можете сюда приехать и купить все, что хотите. К слову, о чем? Раз это старая разборка внизу, то на втором этаже это все новое. Абсолютно все новое. То есть вы можете купить новые вещи прямо здесь. То есть если что-то не получается, если крыльев нету, пожалуйста, крылья тоже есть, смотрите, как и стекла. К слову о том, что здесь все замечательные подушки безопасные. А ну, вы что, думаю, что все подушки сразу прыгают, и вы сразу лбом втыкаетесь? Нет, дорогие мои. Иногда попку вылазят в вашу. А подушки-то остаются. Ну, а чем разница-то? Подушки безопасные. Так же спокойнее крепится. Не надо там сказки рассказывать, не любят два контакта всего на открытие подушки. Просто подцепляете, и все дальше ездит. У вас абсолютно нормальная подушка безопасности. Трассно. Я все-таки немножко так с автомобилями очень сильно дружу. И этой дружбе, моей дружбе с автомобилями, как бы не 35 дядков-то исполнилось, а может быть и больше, потому что дядя Сережа купил машину, когда мне было... А, вот как раз-таки да. То есть понятно, да, что я с машинами так естественно дружу. То есть в принципе могу все рассказать и все сделать. Единственный маленький вопрос, пока еще не научился делать коробки автоматов. Надеюсь, скоро и это буду делать. И тогда, и тогда вы поймете, с кем вы общаетесь. Не просто фраер ушастый на телевидении работает, да? Это умный человек. Вот я о себе естественно. Вот как-то так. Но что бы вы думали? Было бы, конечно, круто продавать все и БО. Но не все БУ есть. Вот, к примеру, часто бьются лобовые стекла. Я вам как-то говорил, что лобовые стекла легко меняются. И это не бесконечность. И оно здесь есть. Часто бьются нюшки, ну, Дэу, Некси. И, как правило, в мордочку. Естественно, и капоты и здесь есть. И вообще, как бы можно было бы понять? Лучшая процедура для покупки новых вещей, так это тогда, когда у вас есть разбор. Вы видите, что у вас пока и нету. Так что все это можно и заказать. И вы можете прийти и купить на разборе, который внизу, либо поднявшись, взять и новинку. И это все в одном месте. Фары, жесть, радиатор и все, что позволяет вам безо всяких проблем, приехав сюда, быстро восстановить свой автомобиль. А то. Вот как-то так они и работают, да? Замечательно они работают. Кроме всего прочего, здесь же не только бэушные автомобильчики. Нет, вы же видели. Новый магазин по продаже запасных частей. Есть на втором этаже. То есть, ну, смотрите сами. То есть, захотели, допустим, капот. Зачем вам новый покупать? Ну, если вы уже совсем лопнутый, тогда вот на второй этаж и новый себе возьмете. Ценники, вы видели, никаких особых там тараканов и косяков не существует. Кроме всего прочего, здесь есть еще и эвакуатор. То есть, если по городу вы ездите, да, вы можете эвакуатор заказать. Также привезут. Также привезут в то место, где вы будете машину ремонтировать. Ну, а где запасные части взять, вы уже и так поняли. Кроме всего прочего, здесь вы можете еще и стекла заказать. Самые недорогие, замечательные стекла. По одной простой проблеме мы вам говорим. То, что стекол в Магнитогорске много. И цена, в принципе, вот здесь она самая оптимальная. А затем уже, в принципе, если вы посмотрите мои сюжеты, они есть в Ютьюбе, вы все сами и поймете. То есть, процедура замены стекла на особых проблем не возникает. Единственное, что там надо, ну, чуть-чуть подкачаться. Крою все прочего. За моей спиной слева, да? Колеса. То тоже самое, да? Машина приехала. Что с колесами делать? Так вы можете целиком себе все колеса и купить. Ну, в данном случае сейчас там зимы очень много. К слову о том, что зимние колеса вот здесь, они стоят совершенно недорого. И, в принципе, при нормальном желании вы все это можете сделать. То есть, место-то вполне очевидное. Улица Клинкерная, 22. Как сюда доехать, вы это прекрасно знаете. Это выезд в сторону ЦМ-завода. Ну, куда вы ездите? Если вы ездите по нормальной дороге, в смысле по новой дороге, в сторону Абзакова, в сторону Банна, по нормальной новой дороге, по большой дороге, то мимо этого места вы просто не проедете. И просто налево повернете, и вот все это можете купить и заказать прямо здесь. Продолжение следует...